Книга пророка Исаии, глава восьмая. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и напиши на нем человеческим письмом Магер Шелал Хаш Бас, что значит, спешит грабеж, ускоряет добыча. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. «И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шелал Хаш Бас, ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить, Отец мой и мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще. «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама текущими тихо, и восхищается Рицином и сыном Рималииным, наведет на него Господь воды реки бурной и большой, царя ассирийского, со всей славой его. И поднимется она во всех притоках своих, и выступит из всех берегов своих. И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил». «Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и, внушая мне, не ходить путем народа сего, и сказал, «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровения при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И скажут, когда нам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет у них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.